Всем привет! С вами Косметическая Кухня Бьюр и ее ведущая Елена. И сегодня я вам расскажу о том, как приготовить нежнейшую очищающую эмульсию для кожи лица. И основой данной эмульсии будет зеленая смесь PAV, то есть натуральные PAV, а также лицетиновый эмульгатор Plantaquat NC. Подробнее о том, как работать с этим эмульгатором, а также какие эмульсии с ним можно создавать, вы можете посмотреть в предыдущем видео. А сегодня я сделаю упор именно на рецепте очищающей эмульсии. Хотела бы сказать, не стесняйтесь ставить лайк моим видео, мне будет очень приятно, и это хорошая мотивация для того, чтобы снимать новые рецепты. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где мы сообщаем о том, какие новинки появились в магазине, а также своевременно уведомляем о новом выходе видео рецептов. Итак, я приступаю к приготовлению, и готовить я сегодня буду 100 мл очищающей эмульсии для кожи лица. И первый этап приготовления, это будет водная фаза с эмульгатором. В рецепт у меня входит 67,2% воды или столько же грамм. Воду я уже заранее отмерила, и воду я использую дистиллированную. Но прежде чем добавить в нее эмульгатор, мне необходимо перелить часть водной фазы в маленький стаканчик для того, чтобы в ней растворить водорастворимые активы, которые нельзя нагревать. Переливаю небольшое количество воды, не более 10 грамм. Оставшуюся воду я возвращаю на весы, включаю данные весы, и буду добавлять эмульгатор в количестве 4% или 4 грамма на 100 грамм очищающей пенки. Эмульгатор Pantaquat дает нежнейшие эмульсии, но особенность его работы в том, что он растворяется именно в водной фазе, и после добавления его нужно отправить на водяную баню примерно на 15-20 минут для гидрирования, то есть чтобы он начал самостоятельно растворяться в воде, и только после этого мы его будем размешивать миксером и эмульгировать с маслами или другими компонентами. Но прежде чем отправить его на водяную баню, я бы хотела еще добавить загуститель к сантановую камень в количестве 0,3% или столько же грамм на 100 грамм лосьона для умывания. Добавление к сантановой камени придаст нашему средству более приятную и текущую консистенцию. Также с помощью мини-миксера я размешаю для того, чтобы ксантан вмешался в воду, но Pantaquat при этом не растворится, потому что температура его плавления составляет выше 55 градусов. Ксантан у нас растворился немножко в воде, и теперь я накрою пищевой пленкой данный стаканчик и отправлю его на водяную баню, как я уже говорила, примерно на 15-20 минут. Вы будете смотреть по состоянию Pantaquat, он должен как бы начать растворяться, вы это явно заметите. Для того, чтобы не терять ни секунды времени, пока Pantaquat находится на водяной бане, я хочу приготовить жирную фазу. По сути, она у меня будет очень простая и состоит всего лишь из одного единственного масла, а именно масло авокадо в количестве 3% или 3 грамма. Масло выступает в качестве пережирующей добавки, которая смягчает действие Puff, а также дополнительно питает кожу. Данное масло я также отправляю на водяную баню, поскольку мне необходимо будет его ввести в смесь воды и эмульгатора после того, как Pantaquat полностью расплавится на водяной бане. А тем временем, пока жирная и водная фазы у меня нагреваются, я хочу приготовить третью фазу. Эту фазу с поверхностно-активными веществами. Именно поверхностно-активные вещества выступают очищающими добавками в пенке или лосьоне для умывания. Без них вы не получите очищающих свойств. Итак, я беру новый чистый, обязательно простерилизованный заранее стаканчик и буду добавлять в него специально подготовленную смесь Puff. У меня это амфотерный Puff, какамидопропилбетаин в количестве 8% или 8 грамм. Неоногенный Puff, Coca-Glucoside в количестве 5% или 5 грамм. А также смягчающий зеленый Puff Lame Soft в количестве 2% или 2 грамма. Дальше с помощью палочки я размешиваю Puff до более-менее однородного состояния. После этого я тоже отправлю их на водяную баню. Мне не нужно их нагревать до высокой температуры, главное, чтобы они были тепленькие, более текучей консистенции и хорошо вмешались в эмульсионную базу, которую мы после этого приготовим. Но сейчас Puff могут отдыхать и я хочу приготовить четвертую последнюю фазу, это активную. Я беру водичку, которая заранее была отлита из водной фазы, вторую весы и добавляю активные компоненты, которые нежелательно греть. Итак, первый активный компонент это пребиотик биолин P в количестве 2% или 2 грамма. Биолин будет помогать восстановить микобиом кожи. И после него я добавлю D-пантенол в количестве 1% или 1 грамм. Он выступает в качестве увлажняющей добавки, которая способствует заживлению микротрещин и регенерации кожи. Далее я хочу добавить бетаин в количестве 3% или 3 грамма, который выступает в роли натурального увлажняющего компонента. Последним компонентом эмульсии для умывания выступает растительная салициловая кислота в количестве 3% или 3 грамма. Данный вид салициловой кислоты будет выступать в качестве антимикробной добавки, он будет препятствовать размножению бактерий на нашей коже, а также уменьшать количество черных точек. Итак, я вела все водорастворимые компоненты, теперь с помощью мини-миксера мне необходимо их растворить в водичке до однородности. У меня есть сухие компоненты бетаин и биолин. Биолин немножко кристаллизовался, но это ничего страшного, он спокойно растворяется в воде даже в таком виде. Необходимо просто немножечко все размешать. Пока я готовила фазу с поверхностно-активными веществами, а также активную фазу, мой плантокват уже готов к эмульгированию. Как вы видите, он самостоятельно полностью расплавился, теперь с помощью мини-миксера я делаю из него водную эмульсию, она образовывается буквально моментально, никаких расслоений, это однородная желтая жидкость. Пока что еще не вязкая, поскольку вся эмульсия достаточно горячая. Теперь в эту эмульсию я ввожу горячее масло авокадо. Как я уже говорила, оно будет выполнять функцию пережирывающего компонента, а также питать нашу кожу. И продолжаю размешивать с помощью мини-миксера буквально одну минутку. Этого достаточно для приготовления такого количества очищающего лосьона для умывания. Для того, чтобы не перезбить нашу эмульсию, спустя одну минутку я возьму стеклянную палочку и буду размешивать с помощью нее. Размешиваю я до тех пор, пока эмульсия не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. Спустя примерно 5 минут эмульсия уже немножко остыла и теперь я могу ввести в фазу поверхностно-активных веществ. Как я уже говорила, данная фаза мной заранее немножко разогрета, то есть поверхностно-активные вещества не холодные и эмульсия сплантокват тоже не холодная. Это сделано для того, чтобы они вместе прекрасно соединились и в дальнейшем не расслаивались. Я ввела поверхностно-активные вещества и теперь тщательно-тщательно размешиваю их в эмульсии. Можно палочкой, можно сделать размешивание с помощью мини-миксера, но аккуратненько и недолго, потому что, как вы видите, начинает появляться пенка. Поэтому немножко мини-миксера и используем нашу любимую стеклянную палочку для смешивания. После введения поверхностно-активных веществ мне обязательно необходимо добавить консервант. Я использую консервант Nipagard SCE в количестве 1,5% или 1,5 грамма на 100 грамм очищающего лосьона. Nipagard это уникальная система консервирования, которая имеет сертификацию Ecosert и оказывает очень мягкое и совершенно не раздражающее действие на кожу. После этого мы размешиваем консервант эмульсии, которая уже заранее смешана с павами. И последнее действие, которое мне необходимо совершить, это ввести активную фазу. Для этого я выливаю активную фазу в теплую эмульсию. И продолжаю все те же действия, то есть размешивание, для того чтобы активная фаза полностью вмешалась и растворилась в эмульсии. Она должна получиться однородная. Опять-таки я сделаю буквально пару вжиков с помощью мини-миксера, для того чтобы ускорить процесс размешивания. И дальше опять переключаюсь на палочку, чтобы не образовывать шапку пены сверху. Итак, я продолжаю размешивание с помощью палочки в течение примерно пяти минут до тех пор, пока эмульсия не остынет до комнатной температуры. Итак, моя эмульсия уже практически остыла до комнатной температуры. Я хочу показать вам вязкость, но сделать акцент на том, что данная эмульсия станет еще более вязкая через несколько часов или даже через сутки. Перед тем, как перелить ее во флакон, я бы хотела вам показать уровень pH. В самом начале видео я сделала акцент на том, что это нежнейший очищающий лосьон для лица. Это подразумевало собой нейтральный pH, то есть данная пенка не является кислой. Вот я вам показываю pH. Он у меня 5,28 и возможно еще немножечко вырастет. В зависимости от того, какой тип воды вы используете, ваш pH получится от 5 до 5,5. То есть практически нейтральный и будет нежно и бережно ухаживать за вашей кожей лица. Итак, теперь со спокойной совестью я могу переливать его во флакончик. Также хотела бы сказать, что я не использовала никаких ароматизаторов и отдушек, потому что я попросту не хотела их использовать. Если вы любите ароматы, вы можете брать любимые эфирные масла, отдушки или бленды. Это по желанию. И добавлять их согласно проценту ввода, который написан в описании компонента. И на этом приготовление лосьона для очищения кожи лица закончено. Обязательно ставьте лайки видео, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, на котором мы своевременно уведомляем о выходе новых видео на YouTube-канале. До скорых встреч на новых мастер-классах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok